В текущем году впервые принять участие во всеобщем декларировании должны порядка 2,4 миллиона граждан. Однако, больше половины из них до сих пор не сдали нужных документов. Предприниматели и их супруги по всей республике должны были успеть заполнить декларацию о доходах и активах до 15 сентября. Те, кто не успел или умышленно уклонился, будут привлечены к ответственности. Сначала им будет вынесено предупреждение. Однако, если в течение года имущество и активы не будут задекларированы, будет наложен штраф в размере 15-месячных расчетных показателей. О ситуации со сдачей всеобщей декларации в Жамбылской области смотрите далее в сюжете. До завершения третьего этапа всеобщего декларирования осталось 38 дней. В этом году в Жамбылской области 133,8 тысяч физических лиц обязаны сдать декларацию. За последние шесть месяцев 70 тысяч граждан заполнили декларации, что составляет 52,2% от общего числа. Интересно, что 99,9% из них предпочли подать декларации в электронном формате. На сегодняшний день органами государственных доходов проводится третий этап всеобщей декларации. Организовано комплексное разъяснение механизма процедуры. В результате среди свыше 120 тысяч предпринимателей, физических лиц, были проведены консультации, благодаря которым декларацию сдали порядка 65-70 тысяч человек. Предприниматели и их супруги по всей стране обязаны подать декларацию о доходах и активах до 15 сентября. Кроме того, напоминаем, что с января этого года завершился мораторий на проверки бизнеса. Цель выявления индикаторов риска в последние три года проводится мониторинг лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Кроме того, в соответствии со статьей 142 предпринимательского кодекса будут проводиться проверки по выявлению незарегистрированных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Кроме того, в соответствии с пунктом 35 предпринимательского кодекса индивидуальные предприниматели обязаны быть официально зарегистрированы. Вопросы подачи декларации и легальной регистрации бизнеса важны для каждого гражданина, поскольку это прежде всего выгодно им самим.